Привет, это Лего ТВ и сегодня буду держать речь о том, что делать, если ваш смарт ТВ не хочет подключаться к интернету, либо периодически от него отключается. Надо заметить, что проблема данного толка имеет аппаратный либо программный корни. Сегодня буду бороться с программными проблемами. Аппаратные же проблемы, например, палатки с материнской платой, либо с сетевым адаптером, они требуют ремонта более серьезного. Хочу отметить, что некоторые из этих способов довольно таки известные и общедоступные и действенные при этом. Также помогают очистить еще и память телевизора, таким образом приложения будут быстрее работать. Однако в конце этого ролика я приведу достаточно необычные и нетривиальные способы, о которых мне рассказали подписчики канала. Если вам хоть один из этих способов поможет, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. А если же у вас есть свой какой-то способ решения проблемы отваливания интернета у телевизора, пишите о данном способе в комментариях. Буду весьма благодарен. Также первой ссылкой к этому видео в описании будет ссылка на мой телеграм-канал, куда я выкладываю свои свежие видео, а также информацию об андроид-приложениях и приложениях для Smart TV. Так что подписывайтесь. Для начала можно включить раздачу интернета со своего мобильного телефона и попробовать подключить телевизор к нему. Таким образом вы узнаете, проблема в самом телевизоре или в роутере. Если ТВ без проблем подключается к интернету через ваш телефон, то значит надо ковырять роутер, перезапустить его или обновить прошивку, войдя в его настройки. Наиболее распространенным способом является одновременный перезапуск телевизора и роутера. Для этого выключаем телевизор и вытаскиваем вилку из розетки у него, а также и у роутера на 2-3 минуты. Таким образом очистится память телевизора без броса основных настроек и будет перезапущено соединение телевизора с роутером, а роутера соответственно с интернетом. Конечно перед этим не мешало бы проверить в настройках подключения сети, к правильной ли сети подключен ваш телевизор и правильно ли набран пароль. Скорее всего после этого связь с интернетом восстановится. Также можно изменить вручную адрес DNS серверов. Для этого заходим в настройки, подключение, подключение к сети Wi-Fi, дополнительные настройки Wi-Fi, изменить адрес сервера DNS на 8.8.8 и нажать подключиться. Если вы через смену DNS пользуетесь приложением ForkPlayer, например, то данное приложение смело можно запускать через программу Media Station X. Инструкцию как это делать вы найдете в описании к этому видео. Особенно такой способ может помочь телевизорам Samsung. Еще можете попробовать обновить прошивку телевизора. При нерабочем Wi-Fi это можно сделать подключив кабель Ethernet или же через USB флешку с последней версией прошивки, которую можно скачать на официальном сайте производителя. Думаю об этом я также сниму отдельное видео. Если ничего не помогает, то можно сбросить настройки до заводских. Это вот такой вот крайний случай. В телевизорах LG это делается следующим образом. Заходим в настройки, общие и далее выбираем сброс настроек до заводских. В телевизорах Samsung заходим в поддержку, самодиагностика и далее производим сброс настроек до заводских. Было несколько случаев, когда восстановить стабильную связь с интернетом помогало изменение имени сети на другое. И самый интересный способ рассказал обладатель телевизора LG 2018 года, который заметил, что телевизор стал периодически терять сеть и в целом тормозить. Проблему он решил так. Зашел в настройки, общие, сведения о телевизоре, официальное уведомление и пролистал это уведомление до конца. Далее зашел в настройки, общие, время и дата и выключил автоматическое обновление времени. Потом изменил год на более ранний, но нельзя выставить дату раньше даты выпуска телевизора. Любую другую можно выбрать. Потом заходим в настройки, общие, быстрая загрузка и отключаем ее, чтобы время и даты не обновлялись автоматически. Далее выключаем через пульт телевизор и снова включаем его. Заходим в настройки, общие, время и дата и проверяем, что время и дата сохранились теми же, что мы поставили перед выключением телевизора. Далее настройки, общие, сброс настроек до заводских. И вот после сброса настроек телевизора, далее настраиваем телевизор стандартно. Выбираем язык, страну, настраиваем каналы, настраиваем Wi-Fi, но ни в коем случае не принимаем соглашения LG. Мы их пропускаем. После настройки заходим в настройки, общие, время и дата и убираем автоматическое обновление времени снова. Далее уже можно зайти в магазин приложений LG и там уже соглашаться со всеми требованиями и соглашениями. После этой процедуры Wi-Fi заработал исправно и достаточно быстро. Ну что ж, надеюсь, что вам была полезна эта информация. И давите на лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.